На Угольческой ГЭС избавляются от лишней воды. Гидроагрегаты работают круглосуточно, но мощности их не хватает, чтобы пропустить поводок. Как гидроэнергетики поддерживают нужный уровень воды и нет ли опасности подтопления населенных пунктов, узнала Зоя Рыжкова. Угольческая ГЭС сбрасывает воду. Водохранилище наполнено, гидроагрегаты работают круглосуточно, но их мощности не хватает для того, чтобы пропустить всю поступающую воду. Может уровень отметка водохранилища подняться до таких значений, что начнется перелив через бетонные сооружения или через земляные сооружения, что в общем-то чревато серьезными авариями. Это недопустимо. Сооружения не рассчитаны на такой режим работы. Чтобы не допустить ЧП, на Угольческой ГЭС начали холостые сбросы. В настоящее время на водосливной плотине открыто 4 из 7 донных затворов, через которые уходят излишки воды. Этого пока достаточно. На тот случай, если приток будет слишком сильный, то откроют еще и сегментные затворы, через которые вода пойдет сверху. Но такое бурное половодие, говорят гидроэнергетики, происходит раз в 10-15 лет. Последние два года воды было крайне мало. Ее приходилось беречь. Плотину не открывали ни на Рыбинской, ни на Угольческой ГЭС. Холостых сбросов вообще не было. В этом году, по прогнозам гидромедцентра, объем половодия составляет 60% от среднемноголетних значений. И готовиться к нему начали заранее. Вода из Угольческого водохранилища была сброшена до минимального уровня. Или, как говорят гидроэнергетики, до уровня мертвого объема. А сейчас уже следят за тем, чтобы уровень воды не превысил максимально разрешенный. В настоящее время, например, на этих приборах мы видим, что отметка нашего Угольческого водохранилища уже приближается к максимально разрешенной, 113. То есть водохранилище весенним половодием практически наполнено. Эти приборы изготовлены в 65-м году прошлого века и все еще в рабочем состоянии. Их используют. Но основной контроль за уровнем воды и показателями работы Угольческой ГЭС происходит с помощью более современной системы автоматического управления. Гражданам, которые живут ниже нас, опасаться совершенно нечего. Половодие в этом году не самое большое. Поэтому ситуация абсолютно рабочая, спокойная. Все у нас идет по плану. Гидроагрегаты Угольческой ГЭС будут работать в круглосуточном режиме до тех пор, пока вода не перестанет прибывать. Как правило, продолжается это около месяца. Летом, когда воды мало, гидроагрегаты работают в среднем по несколько часов в день. А бывает, что и полностью останавливаются. Зоя Рыжкова, Алексей Соловьев. Вести. Ярославль. Рыжкова, Алексей Соловьев.